В мае, День Победы, приехали на сельское кладбище. Что интересно, в любой момент, когда ты сюда приезжаешь, всегда будет стоять машина. Всегда. Так, по традиции мы здесь сажаем цветы сначала, которые живые. Вот сюда вдоль. Дальше мы возлагаем простые цветы. И по традиции зажигаем свечки вот здесь наверху. И сейчас я зажгу вот эти большие свечки, которые будут довольно долго гореть. Я ставлю вот сюда их, чтобы с дороги было получше видно, поприкольнее так. Я так тихо говорил, потому что здесь такое количество людей. И чтобы все понимали, это такое сельское кладбище. То есть это не какое-то кладбище, это такая огромная братская могила, где лежат бойцы. И вот здесь их командир похоронен. Вот он. А по левую и по правую сторону такая братская могила. 9 мая прошел шикарно. Я напомню, что некоторые идиоты в виде нашего правительства придумали законы сделать, что 9 мая это траур по Украине. Так вот, президент Украины сегодня поздравил всех украинцев с праздником 9 мая. Так что, ребята, обломитесь. У вас не прошла эта провокация. Следующий момент. Большое спасибо украинцам, которые в Латвии. То есть вас порядка 40 тысяч. И никто из вас не совершил провокацию в этот день. Никто из вас не вышел с украинскими флагами и не попытался сделать какую-то агрессию. Но с украинскими флагами вышли нацисты. Нацисты нет. Националисты, я говорился, извиняюсь, уважаемые националисты, и попытались сделать провокацию. И у них тоже ничего не получилось. Сегодня день траура в Латвии. По частному сектору проекте никто не вывесил флаг вместе с траурной лентой. Поэтому как преступные приказы, так и идиотские законы, они не обязательны для исполнения. И у нас все-таки государство для человека, а не человек для государства. Поэтому 9 мая можете разрушать какие угодно памятники. Можете сколько угодно тратить миллионов евро на вашу идиотскую пропаганду. Этот праздник был, есть и будет. На этом заброшенном кладбище посмотрите, какое количество цветов. А теперь напомните мне Латвия и ее праздники. В какой латвийский праздник такое количество цветов вы увидите. Это раз. Второй момент. Какие бы ни были у вас социальные опросы, они не являются тем, что у нас является запросом общества. Вот такое интересное кладбище. Не получается даже записать обращение, потому что каждые три минуты подъезжает машина. И каждые три минуты кто-то возлагает цветы. И я представляю, сколько тысяч таких кладбищ по Латвии. 9 мая это наш праздник. День Победы. И мы в Латвии его отмечаем как ни один другой праздник в Латвии. Всех праздников.